Корректировать существующие и создавать новые антикризисные меры областному правительству сейчас приходится практически ежедневно, ведь экономическая обстановка в стране не дает передышек. Основные задачи это обеспечить бесперебойное производство и выполнение нацпроектов, поддержать население в вопросе трудоустройства. Исходя из тех данных, которые у нас есть сегодня, мы приняли решение ничего не останавливать. Чтобы уделить внимание каждому аспекту, на совещаниях экономического штаба в формате ВКС присутствуют чиновники как муниципального, так и федерального уровня. Совместно они приняли решение создать региональный фонд развития промышленности. Он должен позволить предприятиям области пользоваться федеральной поддержкой. Софинансирование планируют распределить следующим образом – 30% за счет региона, а 70% за федеральные деньги. Что касается мероприятий в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, нами уже внесен в региональный парламент законопроект по продлению действия пониженных налоговых ставок по УСН на 2023-2025 годы. Надеемся, что на ближайшем заседании Думы данный законопроект будет поддержан. Процентные ставки заморожены по льготным займам, которые выдает фонд поддержки малого бизнеса. В среднем это 7%, максимум 12% на инвестиционные цели. Кроме этого, государство выделит области 170 миллионов рублей на создание временных рабочих мест и организацию оплачиваемых общественных работ.